В ноябре прошлого года городская дума утвердила новые ставки и коэффициенты аренды земельных участков. И с начала 2017-го специалисты департамента по управлению муниципальным имуществом стали начислять арендную плату за пользование земельными участками по-новому. Земельные участки на территории муниципального образования города Губкинский состоят из двух форм собственности. Скажем так, это собственность муниципального образования города Губкинский, земельные участки, и земельные участки, государственная собственность, на которой не разграничена. С каждым правообладателем на земельный участок, будь то физическое или юридическое лицо, заключается договор аренды. Он может быть долгосрочный. Срок действия такого документа – 49 лет. И краткосрочный – заключается на один год. По долгосрочным договорам арендная плата вносится раз в квартал, по краткосрочным – раз в месяц. Впрочем, ничего не мешает арендатору вносить платежи досрочно. Очень многие арендаторы в течение 2016 года, которые производили платежи за аренду земли, какие-то кварталы 2016 года, изъявляли желание оплачивать 2017 год, начисление по 2017 году. Так как у нас сейчас идет изменение суммы аренды, она увеличится в два-три раза, мы рекомендуем производить сверку. Или же при оплате 2017 года обязательно сверяться здесь, в нашей бухгалтерии, у нас в отделе, дабы исключить какие-либо вопросы о наличии и отсутствии задолженности. Сейчас специалисты земельного отдела департамента по имуществу рассылают всем арендаторам новые счета на 2017 год по аренде земельных участков, которые находятся в муниципальной, либо в государственной без разграничения формы собственности, вне зависимости от того, по какому договору гражданин арендует участок. Оба порядка, которые приняты, они устанавливают для органов местного самоуправления обязанность направлять в адрес арендаторов расчеты арендной платы. Это делается ежегодно. По краткосрочным договорам до 15 декабря ежегодно расчеты направляются в адрес арендаторов. По долгосрочным договорам до 1 февраля. Поэтому специалисты ДУМИ рекомендуют всем арендаторам подойти в департамент по управлению муниципальным имуществом для сверки платежей. И, получив квитанцию с новым размером арендной платы, произвести расчет любым доступным для гражданина способом. Екатерина Склюева, Денис Гонцов, Новости Губкинского.